Энергономика с Константином Симоновым Об этом пишет агентство Reuters Запрещать саму покупку газа членам ЕС пока не планируется А вот ограничения будут включать запрет на перевалку СПГ А также возможные меры против российских СПГ-проектов Что касается реэкспорта, перевалки, продажи в третьи страны Наверное, можно нашим поставщикам продать газ какой-нибудь европейской компании Дальше пусть она сама разбирается Вообще суть вот этих новых возможных санкций от Евросоюза Ну давайте начнем с того, что Европейский Союз не только готовит санкции В отношении российского жиженного природного газа Но в целом готовит очередной пакет, уже 14-й по счету, санкционных ограничений Но вы справедливо отметили, что ключевое внимание сейчас уделяется именно жиженому природному газу Потому что, ну как вы понимаете, первые пакеты было формировать просто Туда запихивали уже подготовленные вещи Дальше становилось все сложнее, сложнее, сложнее Ну во-первых, уже почти все включили И мы тоже понимаем, что во-вторых То, что самое тяжелое и проблемное Естественно, старались в первые пакеты не включать А дальше уже получается, что на воздушном шаре летишь Бала скидываешь, скидываешь Уже вот мешков смотришь, уже осталось совсем чуть-чуть И что скидывать? И в этом плане, конечно, как скажем, хедлайнером 13-го пакета были алмазы То есть надо уже, ну, с точки зрения пиара этой истории Нужно выбрать какую-то цель И рассказывать, что мы готовим нечто устрашающее Что вот на этот раз, поскольку действительно в западной прессе много публикаций На тему, что Россия справляется с санкциями И ее экономика продолжает рост Ну, российская сторона, естественно, об этом регулярно напоминает Вот вчера съезд был РСПП, где Путин тоже вспоминал цифры Там 3,6% роста ВВП Рост промышленного производства в начале 2024 года 3,6% это за прошлый год наша официальная статистика Соответственно, возникает вопрос Так почему же эти пакеты не работают? И тогда европейская бюрократия, которой нужно отчитываться Она говорит, вот на этот раз мы нашли, наконец-то, слабое звено И вот вокруг такого хедлайнера санкций строится, начинает пиар этой истории Как я уже сказал, в 13-м пакете там энергетики было мало Потому что уже ввели все, что могли почти Вот как раз сейчас мы перейдем к тому, чего еще не ввели И в качестве такой основной жертвы были избраны алмазы И тоже вокруг них там много историй, что вот-вот теперь мы точно запретим И, кстати, когда санкции введены, я не видел такой серьезной аналитики на Западе Что же случилось с российской экономикой после того, как запретили поставку алмазов на европейский рынок И как это повлияло на, скажем, обрабатывающую промышленность Бельгии, скажем, где действительно этот кластер сильно развит Ну давайте от алмазов к энергетике вернемся Действительно, в санкционных пакетах нет газа Один из главных санкционных парадоксов заключается в том, что несмотря на то, что тема поставок газа изначально была политизирована до событий февраля 22-го года Мы все это прекрасно помним, ведь нефть не присутствовала в обсуждении Это тоже такая интересная вещь, если вспомнить даже период с 2014 по 2022 год И до этого ведь тема того, что европейцы, как им кажется, слишком зависят от российских поставок, она не нова Эту тему навязали им американцы и британцы в континентальной Европе уже достаточно давно То есть она давно в повестке Но, скажем, в Европе до последних лет никто не говорил А почему мы так зависим от российской нефти, от российского дизеля Хотя в реальности, если посмотреть на цифры, то доля России в импорте нефти, дизеля, угля, кстати, она была очень высокой Но на это не обращали внимания Ну там есть правда и действительно И экономические причины, они связаны с тем, что все-таки нефть и тот же уголь, они более диверсифицированы с точки зрения поставок То есть в этом плане на рынке действительно проще заместить нефть, чем газ Особенно когда поставки по газопроводам Ну, кстати, это для нас тоже оказалось преимуществом, как мы знаем Потому что мы тоже, европейский рынок нефти и нефтепродуктов достаточно легко Ну, на самом деле, как легко? Это тяжелая работа, но с точки зрения цифр, в общем-то, все достаточно благополучно складывалось и складывается до сих пор Ну, кстати, я думаю, мы отдельно поговорим про танкерные перевозки Потому что тоже там есть ряд намеков, что тема, опять же, ужесточения санкций в отношении перевозок нефти Она тоже должна каким-то боком в 14-м пакете быть представлена Но, тем не менее, основной фокус именно на СПГ Так вот, тема поставок газа, она всегда была суперполитизирована И, тем не менее, несмотря на это, ни в один из 13 пакетов вот прямо в лоб природный газ России не вошел Да, это не помешало и без санкций сокращать поставки Да, мы помним там историю, и зацепили сначала за переход на рубли и стали первые контракты прекращать Потом еще были найдены поводы, потом были взрывы северных потоков Вот история с турбинами до этого То есть в этом плане европейцы пытались найти хоть какие-то зацепки для того, чтобы не выполнять контракты с Россией И заявить, что созданы были вот такие невозможные условия для их выполнения Но в санкционные пакеты природный газ не был включен до сих пор ни в каком из видов А дальше, вот, собственно, возникает вопрос, а что тогда включать? То есть изначимо все вошло, и, конечно, уже здесь без природного газа обойтись не получается Но почему его не включали? На самом деле потому, что, несмотря на те рестрикции и те серьезные, действительно, ограничения, которые произошли В Европейском Союзе есть здравомыслящие люди, которые осознают, что европейцы осуществляют над собой очень серьезный эксперимент И на самом деле, несмотря на относительно то же, как им кажется, бодрые два года Результаты этого эксперимента не так однозначны, как кажется И именно поэтому все-таки находится там аккуратное промышленное лобби Которое там в решающие моменты такой робкий голос подает и говорит Ну вы знаете, а может все-таки, ну, чего-нибудь придумаем и отложим пока Потому что, ну, мы и так сокращаем, вы и так нас прессуете Но если вы в лоб сейчас напишите, запрещаем любые поставки Ну, черт его знает, чем все это дело закончится Я поясню, на самом деле, опять же, не секрет, это европейская статистика Что Европейский Союз почти на 20% сократил потребление газа от средних значений за последние 5 лет То есть он потерял пятую часть своего газового рынка Еще раз подчеркиваю, не российского газа он сократил Российского газа существенно больше, там, на 80% сократил поставки Но в целом потребление российского газа сократилось Ой, прошу прощения, оговорка неправильная В целом потребление природного газа в Европе сократилось на 20% Это чудовищная цифра, и в этом плане все эти истории про деиндустриализацию Это не фигура речи И полностью заменить поставки российского газа не удалось Кто самый крупный сокращатель? Конечно, Германия по физическим объемам Ну, давайте Германию просто на цифрах посмотрим 50 миллиардов были в лучшие годы нашей поставки в Германию Сколько потеряла Германия в потреблении за последние 2 года в ежегодном измерении? Она потеряла где-то 17-18 миллиардов кубов Вот считайте, соответственно, там, ну, не половина, чуть меньше, но, тем не менее, потребление газа То есть, вот, ну, чуть меньше половины российского газа заместить не удалось И под нож пошла газохимия, там, металлургия и прочие-прочие-прочие вещи Да, мы говорили о том, что для бюрократии это считается плюсом Потому что они эту часть экономики воспринимают как архаичную Которую все равно надо было под нож пускать Ну, вот, как бы, процессы ускорились Но вот с точки зрения, например, немецкой промышленности Я бы вопросы эти задавал, она их, как бы, задает, на самом деле Но в режиме, конечно, такого тихого, тихого, робкого голоса Не выдерживающего политического катка, который катится При этом, на самом деле, вот, смотрите, у нас действительно поставки достаточно сильно просели Но по трубопроводному газу, тем не менее, там, чуть ниже 30 миллиардов Мы по прошлому году сохраняли поставки Но постепенно, в последние годы, на сцену выходил и сжиженный природный газ из России Постепенно, потому что у нас, напомню, что первый завод СПГ на Сахалине Он достаточно давно уже был запущен, но, понятно, географически он рассчитан был на очевидные рынки Это, прежде всего, Япония Ну, также там, в определенных объемах в Корею и в Китай тоже газ поставляется Но мы запустили относительно недавно второй крупный проект Соответственно, Ямал СПГ Уже четыре линии на этом проекте есть И плюс, опять же, было запущено два среднетоннажных проекта Газпромом и Новотеком по одному И в этом плане, естественно, у нас появился довольно заметный объем газа, который шел на европейские рынки По прошлому году, ну, примерно, получается, если в миллиарды кубов переводить Для сопоставления где-то 22 миллиарда кубометров газа мы в жиженом виде поставили на европейский рынок Это заметно, это заметно По разным оценкам мы второе-третье место занимаем среди поставщиков И вот здесь возникает действительно вопрос Насколько европейцы все-таки готовы рискнуть и СПГ включить в лоб в санкционные пакеты Потому что, да, у них есть такая надежда, что в 25-27 году должен прийти так называемый новый СПГ на рынок То есть будут введены в строй уже строящиеся заводы, прежде всего в Соединенных Штатах, естественно, и в Катаре Которые должны спасти европейцев Ну, во-первых, 25-й год тоже такая цифра Это начнется, приток этого нового газа Во-вторых, да и вообще надо дожить еще до 25-го года То есть 25-й год может превратиться и в 26-й А как-то надо протягивать А мы уже видим темпы падения потребления, они достаточно чувствительны И вот тут и возникает вопрос, насколько европейцам хватит смелости Вы вначале очень верную сделали ремарку относительно того, что Вот тоже интересно, на самом деле, если вы посмотрите, скажем, публикации двух недель, даже недельной давности в европейской прессе Там четко говорилось о том, что планируется включить 14-й пакет запрет на поставки российского СПГ И вот, да-да-да, то есть говорили о том, что мы включим российский СПГ И вот тут действительно брюки стали превращаться в элегантные шорты Блумберг неожиданно, буквально несколько дней назад, написал такую аккуратную заметку на тему инсайда Что-то на самом деле будет И неожиданно запрет на поставки СПГ стал превращаться в запрет на перевалку СПГ Вот это да, оказывается, бодрые европейские чиновники решили запретить нам переваливать СПГ Но имеется в виду перевалка, то есть когда с танкера на танкер СПГ переваливается с газовоза на газовоз И дальше он идет в азиатские порты То есть получается, что себя они ограничивать в потреблении российского СПГ не собираются Это, конечно, интересный поворот, который, кстати, европейские чиновники пока предпочитают не комментировать Вот это, опять же, понимаете, это психология Виссисуаля Лоханкина Очень хочется поголодать красиво, но желательно ночью при возможности залезть в холодильник и сожрать борща То есть вот это один в один То есть сначала декларируется, что ну вот в этот раз точно, ну вот все, значит, убедили нас Потому что европейская пресса тоже периодически пишет статистику и задает вопрос А как это так вообще? Почему рост идет российских поставок СПГ? Вы что там, спите? Не спим, все, проснулись, в этот раз уже точно работаем, в 400 пакетик будет Потом бах, значит, аккуратненько как-то вот какие-то придумывают палеотивные хитрые способы Что вроде как СПГ и появился в 14 пакете, но вроде как и не появился Ну, на самом деле, я-то считаю, что это хорошо Это хорошо, почему? Потому что, ну, вы знаете, у нас же тоже в России идет борьба двух логик Одни говорят там наказать, отключить Вот, и я всегда считаю, что не надо этого делать Почему? Потому что, на самом деле, европейская экономика и так продолжает совершать над собой эксперименты А говорить о том, что если мы отключим газ, там, европейцы не перезимуют И развалится Европейский Союз, это тоже преувеличение И, опять же, мы лишаем себя денег и окончательно лишаем себя этого рынка А это наш рынок, мы на нем традиционно присутствовали И если мы его отдадим американцам, это будет означать признание нашего поражения Вот в этой большой газовой игре и войне, которую с нами ведут Мы должны за него бороться И в этом плане, если европейцы все-таки осознают Осознают то, что у них будут проблемы, это хорошо Россия, кстати, я думаю, что тоже, на самом деле, могла бы предпринять интересные оригинальные шаги С точки зрения поставок жиженного газа Вот вы знаете, я вот тут размышлял как раз на тему нынешней ситуации Вокруг завода АТИК-СПГ-2, который, как известно, обложен санкциями И никак мы не можем начать первую отгрузку На самом деле, с точки зрения страновой логики Наше правительство могло бы предложить, скажем, компании «Новотек» договориться с «Газпромом» И этот завод передать «Газпромом» Почему? Я объясню Потому что это же плавучая, я имею в виду первую линию завода АТИК-СПГ-2 Потому что это плавучая линия Она была собрана в Мурманске И морским путем отбуксирована, соответственно, на ГДН Там сейчас завод под санкциями Вывести нельзя Потому что там нужны особые танкеры газовоза класса Арк-7 Но там отдельно большая история Они все попали под санкции Они строились в Корее Корея теперь не может продать, боится На «Звезде» их тоже строили Но пока они достроили Так вот, моя идея в чем заключается? Что можно, на самом деле, этот СПГ-завод Который уже в первую очередь построен Отбуксировать на Балтику Потому что у нас взорваны первые две линии северного потока А газ-то там как бы... Подводка есть Труба-то есть Труба есть Если мы подгоним туда терминал Мы можем производить СПГ И по Балтике его отправлять Там не нужны газовозы Арк-7 И это был бы, кстати, такой очень оригинальный И сильный ответ на тему Как мы справляемся с санкционным давлением Да, как бы понятно, что здесь есть отношения между компаниями Но сейчас «Новотек» строит трубу в Мурманске Потом должен будет эту трубу «Газпрому» продать То есть в этом плане они могли провести зачет трубу на завод Но в этом плане тоже еще, говорю, было бы желание Здесь уже какие-то решения можно было бы найти Да, ну и о проблемах предупреждают уже европейские бизнес Total Energies, французская энергетическая компания Готова объявить форс-мажор по Ямал-СПГ Если Евросоюз ведет санкции на ожиженный природный газ из России Об этом сегодня заявил глава компании Патрик Пойанне В ходе телеконференции Вот, если будут санкции со стороны Европы или ЕС В отношении Ямал-СПГ Мы используем форс-мажор По некоторым контрактам он добавил, что есть два контракта у компании На поставке СПГ для Европы И один контракт для Азии Который надо будет посмотреть внимательно Можно я два слова буквально добавлю Вот этим сообщением вы напомнили об одной на самом деле важной вещи Ну действительно, французская компания Total Energies является акционером Ямал-СПГ Этот проект пока не под санкциями Но, соответственно, мы как раз говорили о том, что может там оказаться И тем самым у Total Energies не будет возможности этот газ поставлять в Европу Но что еще важно? Важно то, что европейцы Мы с вами сказали про новую волну газа Который должен прийти из США и Катара Но там еще одна важная деталь заключается в том Что европейцы, которых научили британцы Они верят по-прежнему в спотовый рынок И поэтому они газ на самом деле из этих проектов не контрактуют Они ждут, что этот газ придет И они на споте этот газ легко возьмут То есть европейцы все время живут иллюзиями Что этот рынок все время будет рынком покупателя То есть на нем всегда будет профицит газа Их кризис 21-го года с ценами 22-го ничему не научил А китайцы, кстати, которые тоже эту волну на самом деле ждут Они этот газ потихоньку из американских портфелей уже себе контрактуют И в этом плане, если вот сейчас начнется выбытие уже действительно готовых контрактов Как в случае с Ямал-СПГ Это будет проблема не только у компании Total Energies Но прежде всего у европейских покупателей Что касается перегнать терминал в Новотековский, в Балтику Там уже сжижать газ, отправлять газовозами Тут Швеция достаточно быстро освоилась в НАТО Угрожает нашему гражданскому флоту Были уже заявления после принятия Швеции и Финляндии в Альянс Что горячие головы скандинавские кричали Что все, теперь Балтика это внутреннее море НАТО И Россию мы будем потихоньку вытеснять из этого моря Что заявила командующий ВМС Швеции Ева Кук Хаслум Она говорит, что первое Некоторые корабли российские использовались для радиоразведки и перехвата сообщений А еще она заявила, что танкеры, которые перевозят российскую нефть И могут заходить в шведские порты Могут в этих портах что-то повредить Не говоря уже об угрозе экологии В общем, основной посыл шведского командующего ВМС Давайте-ка мы еще больше прижмем тот самый серый флот О котором все говорят Который перевозит российскую нефть Ну и для этого закроем все Балтийские проливы Не будем их пускать никуда Это действительно очень важная и серьезная тема Вы справедливо заметили, что произошло сейчас очередное обострение Я напомню, что первые намеки о том, что закроют пролив для российских танкеров Прежде всего нефтяных Еще были в том году Тогда говорили, что Дания готова приступить к задержанию российских танкеров В досмотру Потом, да, возникла тема Соответственно, я думаю продолжим Да, сейчас новости Константин Симонов в нашей студии Не переключайтесь Продолжаем программу В студии Вести ФМ Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Профессор финансового университета при правительстве России Константин Симонов Начали мы тему Шведы берутся за танкеры, которые перевозят российскую нефть по Балтике И если раньше они говорили, что эти нефтевозы старые Они могут развалиться, загрязнить море Теперь у них новая версия Почему нужно запретить обязательно перевозку российской нефти по Балтийскому морю Потому что с нефтяных танкеров Россия шпионит за странами НАТО На самом деле, эта трансформация абсолютно не случайна в позиции Швеции И, кстати, я бы отметил, что еще на неделе Финляндия вылезла С очень похожими заявлениями, что скоро будем русских отлавливать в проливах и не пущать Но, на самом деле, проливы не случайно называются датскими Поэтому еще в прошлом году И там тоже, кстати, интересный был такой сюжет Что сначала западная пресса Financial Times первая написала Что скоро Дания закроет проход серого флота через проливы И вы, Павел Справедливо, сказали, что тогда главная идея заключалась в том Что у них нет западных страховок И Даня даже аккуратно там Как-то, похоже, Данию не предупредили Что она будет закрывать проливы И, судя по тем заявлениям, которые стали делать удивленные датские чиновники Они не были в курсе, что Financial Times эту статью напишет Ну, потому что были такие аккуратные заявления Что мы еще там размышляем И, кстати, Дания, отдадим должное, эту тему не стала развивать В общем-то, как-то она сошла на нет И вот тут действительно проснулась сначала Швеция А за ней и Финляндия Вы, Павел Справедливо, опять же, напомнили Что эти страны не так давно вошли в блок НАТО И, видимо, у них от этого такой определенный вброс адреналина происходит И теперь на место Дании вот эти два новых члена Альянса Пришли и стали делать грозные заявления Но действительно вот эта трансформация позиций Что вначале говорили о том, что нет западных страховок И поэтому это очень старые суда Они вот-вот затонут и будет экологическая катастрофа Действительно, экология – это чувствительная тема И можно пытаться, соответственно, на экологию, что называется Как-то на экологии на этой спекулировать Но на самом деле уже больше года действует эмбарго и потолок цен И за это время мы не знаем ни одного случая Серьезного разлива нефти Какой-то аварии крупной С серым флотом, с каким угодно флотом А на самом деле, если так честно говорить Вот та же перевалка, которая осуществляется Да, действительно не секрет, что мы используем тоже СТС Перевалку шип-ту-шип в море На самом деле, это не такая простая процедура Если она в открытом океане осуществляется С корабля на корабль, надо перекинуть шланг, перекачать топливо Но еще раз повторяю Следят внимательно за этим Пытаются поймать Никаких случаев нет Тут тоже есть определенный профессионализм У капитанов этих судов Они не просто так свои деньги зарабатывают Так вот, собственно, на самом деле Если почитать конвенцию ООН по морскому праву 1982 года Если мы, конечно, все-таки наивные люди И считаем, что какое-то международное право еще существует Давайте ее откроем Просто конвенцию ООН по морскому праву 1982 года Соединенные Штаты, как известно, ее не ратифицировали Но мы, Дания, Швеция, Финляндия Все являемся подписантами этой конвенции И мы ее признаем, и мы все ее ратифицировали Так вот, собственно, в этом документе официальном Ничего нет про западные страховки Вот на каком основании, скажем, вообще-то тема поднималась А давайте лишим возможности прохода через проливы судов У которых нет западных страховок На каком основании? С чего это взяли? И почему у них должна быть западная страховка? Ну, кстати, у этих судов есть страховки, на самом деле У них действительно нет страховки западной Там этого знаменитого ПНД-клаба Иногда есть, кстати, но в большинстве случаев нет А где это? Где у Карла Маркса это написано? Где написано в конвенции ООН по морскому праву Что суда обязаны иметь страховку западного клуба ПНД? Этого нет То есть в этом плане и Дания, в общем-то, сейчас повторяю Как-то испугалась настолько грубо нарушать международное право Но я думаю, она тоже понимает, что вот они задержат судно Да еще по надуманному предлогу Дальше ведь тоже неизвестно, как Россия ответит на самом деле Давайте откроем и прочитаем понятие мирного прохода Потому что Дания, а также Швеция и Финляндия Они обязаны дать мирный проход судну в соответствии с этим документом Там четко прописано действительно Чего не имеет право делать судно, осуществляющее мирный проход Вот я вам зачитаю, и вы поймете, почему Теперь эти мощные шведские главнокомандующие стали эту историю придумывать Действительно, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность Связанная с угрозой применения силы против прибрежного государства С военными учениями, со сбором любой информации Включая гидрографическую и научную С подъемом воздуха или приемом на борт любого летательного аппарата С любой рыболовной деятельностью С погрузкой и выгрузкой товаров А также лиц, вопреки законам прибрежного государства Таким образом мы понимаем, что вот он пункт Со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную Вот тут они наконец-то все-таки через несколько лет Соизволили прочесть, видимо, эту конвенцию Ну потому что сначала какие-то нелепые просто истории предлагали Самые простые, давайте страховки проверим Осознали, что ну вроде как-то грубовато Давайте тоньше откроем Ну вот год читали, нашли Эврика Значит, давайте заявим, что эти суда серого флота Ведут какую-то разведку Ну а дальше мы же тоже понимаем, что вот Мы же видели всю эту клюкву на тему северного потока Да, там То одна история, то другая Там рассказывали про каких-то боевых украинских пловцов Кстати, буквально несколько дней назад видел новость Что вот этого главного украинца, который якобы там командовал Он куда-то пропал уже Я даже думал, что может сейчас как раз раздует Раздует тоже, что там русские выкрали взрывника И сейчас его пытают где-то в подвалах Чтобы он рассказал, как он взрывал северный Но что-то пока эта новость не нашла Какого-то развития Но тем не менее, значит, пропал этот Этот герой в кавычках Но на самом деле Ну поверить в эту чепуху На тему, что там какие-то украинцы наняли яхту Там спустились, подорвали Довольно сложно Но можно ли придумать историю Ну, конечно, можно Нет, на самом деле, конечно, можно там Взять какой-нибудь танкер и сказать Что там с него там спускались Какие-то люди в гидрокостюмах Запускали дроны разведывали Ну, то есть там можно такого наплести В этом плане отдадим должное Фантазия у этих людей работает В этом плане, собственно Если у шведов фантазии не хватит Можно в Голливуд обратиться Там им точно, я думаю, несколько фильмов снимут Как, собственно, танкер оказался не танкером Нефтяник не нефтяником А там сплошные, в общем-то, на этом судне были Джеймс и Бонды Которые в акваланге спустились И высадились там на берег Швеции У нас вот, да, может, советские фильмы взять У нас тоже хватало таких фильмов Как там шпион на берег моря там вышел И какую-то секретную информацию, значит, снимал Но, опять же, вопрос Но это же откровенная будет чушь То есть вот если Дания, Швеция или Финляндия Вот всерьез решатся арестовать танкер с российской нефтью На основании того, что он вел шпионскую деятельность Ну, это действительно будет серьезный вызов Уже для нас, опять же, тоже вопрос Вот дергают тигра за усы Дергают, дергают, дергают Вот что тигр будет делать Но Это отдельный вопрос То есть действительно важный Что мы сделаем, если это произойдет Потому что, ну, я считаю, что вот это тот случай Когда как раз наша реакция должна быть жесткой Потому что, еще раз повторяю Здесь речь идет о нарушении, очевидно, международного права На каком основании, собственно, все это будет происходить Я думаю, надо, кстати, эту позицию заранее заявлять На тему, что это недопустимо совершенно Чтобы, ну, подготовить Что такого рода провокации В брос вот такой клюквы Он реально возможен Да, то есть мы должны превентивно сказать Что такого рода действия могут быть совершены И мы на них прореагируем довольно жестко Может быть, это пока пробные шары, конечно, катают Но, извините, могут и перейти Северный поток показал Что, в общем-то, от слов можно переходить к делу Да, мы видим, что Бывают такие моменты Когда там рассуждают на тему Мы вот сейчас вот это сделаем, вот это, вот это, вот это Но пока, значит, не решаются Вот даже возьмем тот же Ту же кражу российских суверенных активов Вот в Соединенных Штатах принят закон Разрешающий президенту конфисковать Но президент их так пока и не конфисковал Может конфискует, может нет Но мы видим, что Вначале такие громкие делаются заявления А потом все равно смотрят Что и как Как не только Россия, кстати Как и другие страны на это будут реагировать Потому что, опять же, здесь речь идет про российские суда Но, конечно, все как бы на себя проецируют Возможность вот такого рода истории Ну, потому что любое судно, можно так сказать Что вот оно осуществляло там какой-то сбор Разведывательной информации Короче говоря, это опасный прецедент И Джина можно выпустить из бутылки Довольно легко Вот И в этом плане Ну, посмотрим Грозные заявления сделаны Не первый раз они делаются Но я лично считаю Что, еще раз повторю Будет правильно российской стороне Официально заявить Что такого рода провокации возможно И мы на них, конечно, ответим Очень жестко Можно по пунктам перечислить Как мы на них ответим Потому что Я напомню, что на самом деле Через Датские проливы Примерно 60% Российского морского экспорта Нефтяного проходит То есть Вся Балтика у нас завязана И это серьезные объемы И в этом плане, конечно Мы не должны допустить Нарушения Морской конвенции 82-го года Ну и он, кстати, подключать Вот, я считаю, наша делегация И он должна говорить Вы знаете, вот планируется нарушение Конвенции Что вы думаете об этом Товарищ генеральный секретарь Это серьезная тема По поводу транспортировки Нашей нефти Вполне возможно Проще ее будет Поставлять в Индию Поскольку местный регулятор Разрешил страховать Морские танкеры Еще трем российским Страховым компаниям Четвертому страховщику Продлил до 29-го года Лицензию И, как пишут СМИ Это, конечно, все раскопали Опять же Недружественные западные агентства Которые переживают По этому поводу Почему они переживают? Потому что это Снижает зависимость Российского танкерного флота От иностранных страховщиков О чем вы говорите Говорили И индийские покупатели Возможно будут Не столь настойчиво Требовать большую скидку Как это было С теми страховками Которые должны были выдавать Западные страховщики Это как раз хорошая Новость Что называется Лыка в строку В контексте того О чем мы говорили На самом деле Стратегически Западные государства Убирая себя Из участия В бизнесе По продаже Российской нефти Они на самом деле Себе сокращают Долю поедаемого пирога В этом плане Образуется Достаточно Лакомые куски бизнеса Которые можно У них забирать Отдельный вопрос Почему мы этого Не сделали раньше Отдельный вопрос Мы его кстати С вами Павел Неоднократно задавали Почему мы только Сейчас осознали Что можно Например Самим выдавать Страховки Да понятно Что там На рынке сложилась Определенная Фактически Полумафиозная структура Когда вот только здесь А больше нигде На самом деле Это тоже Вопрос к нам Вопрос Убеждения наших покупателей То есть Сейчас же это получается Вот сейчас же Действительно Вот Действительно Новость Которая даже Я думаю Ну И западные СМИ Об этом так написали Скрипя зубами Блумберг написал Но В общем-то Для них-то это тоже Как бы такой сюрприз Потому что Блумберг Все время нас кормил Там историями На тему Индия Вот-вот Значит перестанет Вообще брать Российскую нефть Постоянно же Вот эти темы были Там Индия не может расплатиться Там какие-то там Рисовали Миллиардные Там Десятимиллиардные Долги там За нефть Там Индия не платит Индии запретили Банки Индии Значит в панике Им прислали Из Минфина США Значит документы Чтобы они Ай-яй-яй Ничего не проводили Ну и так далее И так далее Вдруг действительно Такая новость Что Ингостраху Продляет страховку Еще трем Страховщикам Разрешают Работать То есть В этом плане Удается Вот пожалуйста Действительно Конкретные Примеры Мы сразу же Еще в 22-м году Создали специально Государственную Страховую компанию Для того чтобы Страховать Как раз Нефтяные поставки До этого кстати Такая же история Была между прочим С Северным потоком 2 Просто мы ее подзабыли На самом деле Это первый пример Опять же очевидный То есть напомню Были введены санкции Соединенными Штатами Которые запрещали Западным компаниям Участвовать В проекте Северный поток 2 Прокладки И одна Ну там надо было достроить уже Да И ушли там Трубопровод Труба Олс из ушла Там швейцарская И одна из тем Была страховка Потому что Западные страховщики Отказались страховать Мы создали компанию Которая застраховала Суда Которые участвовали В этой достройке Но и они достроили Мы знаем Мы достроили Вот был первый опыт Опять же Оказывается можно Такая И с трейдингом То же самое Да Ну да Раньше Швейцарские трейдеры Продавали нефть Но ведь можно Оказывается Делать то же самое Только оставлять Эти деньги В своем кармане Если западные ребята Сами от этого бизнеса Отказываются Ну ради бога Давайте это делать Значит Не было бы счастья Да несчастье помогло Но вот оказалось Нужны такие драматичные события Чтобы мы Осознали Что мы это можем Сделать самостоятельно Вот пожалуйста Примерно лицо Действительно И мы видим Что Индия Признает Такого рода Страховки Не только Индия Да не только Индия И Китай мы как мы видим Наращивает поставки Российских энергоносителей Вышла статистика Главного таможенного управления КНР Очень позитивная Касается она В данном случае Российской нефти В первом квартале Объемы выросли На 13% Год к году В деньгах Почти на 19% Особо отмечается Что Россия По прежнему Крупнейший поставщик Этого сырья В Китай Ну и на нефть Приходится 43% От общего От общей стоимости Экспорта Из России В КНР По прошлому году Россия экспортировала В Китай 107 миллионов тонн нефти Что было на четверть Больше чем в позапрошлом Тут мы видим Тоже Что объемы Несмотря на все запугивания На санкционное давление На Китай Объемы И растут И в деньгах Тоже прибыль растет Наших поставщиков Да Действительно Мы понимаем Что у нас сейчас Два основных покупателя Это Китай и Индия Но два Это лучше чем один Это раз Во-вторых Китай и Индия Это крупнейшие импортеры Нефти в мире То есть мы сейчас Ключевые поставщики На два ключевых рынка Нефтяных И Китайская статистика Которую я как и вы Изучаю Она действительно Любопытна Почему Вот вы привели Квартальные данные А я посмотрел Поставки мартовские У нас поставки Были в марте Почти там Почти 11 миллионов тонн В месяц Это исторический рекорд Так что мы можем Зафиксировать Что в марте Мы поставили Помесячно Исторический рекорд Никогда мы на цифру Там 10,8 Чуть меньше Никогда мы на цифру В 11 миллионов тонн В месяц Не выходили Вот Так что В этом плане Это действительно Яркое свидетельство Того что Российская нефть По-прежнему Востребована В Китае Там несмотря На все Заявления Также по доле По марту У нас Опять за 20% Мы вышли На китайском рынке 22% Теперь доля В импорте Китая Мы действительно Уверенно Первое место Удерживаем И разрыв Саудитами Он уже очень Заметный Мы И до СВО Были вторыми Поставщиками Но сейчас Мы действительно Саудитов С этого рынка Не то что вытесняем На самом деле Это взаимовыгодный Размен Опять же К вопросу о санкциях Саудиты где? Теперь в Европе Естественно Конечно С наценками На свою нефть Тут Понимаете Рынок Вы все равно Чего там не придумываете Вы рынок Не обманете Но тем не менее Эти рекорды Действительно Они приятны Они показывают Что наша нефть Востребована Несмотря на то Что да Мы даем дисконты Ну просто Вы сказали Что действительно По деньгам Конечно Превышение Год-году идет Если квартал Брать там Существенное 24-23 Просто К счастью Сейчас Ценовая конъюнктура Она Гораздо Более позитивна Ну Сегодня у нас Времени уже Не будет Про мировые цены Но мы и так Часто с вами Об этом говорим В следующий раз Я думаю Вернемся К этому сюжету Но тем не менее Все неплохо Все неплохо Без деталей И в этом плане Конечно С прошлым годом Это небо и земля Но тем не менее Физические объемы Мы говорим Растут Поставок Физические объемы Растут В Китай И это Довольно важно И еще Я бы отметил Знаете Что В апреле В марте Очень активно Шли публикации На тему Роста поставок Иранской нефти В Китай И даже Несмотря на это В марте Тоже говорили Иран Начал ставить Серьезные Рекорды Рекорды Они не исторические Но в интервале Последних лет Потому что Там Собственно Был период Когда Получили Получилось Так Что Ирану Позволяли Эти отгрузки Вести Хотя Китай Кстати Иран Не отражает В статистике То есть Там нет Ирана Как поставщика В таможенной Статистике Но тем не менее Такая информация Была Что Иран 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 Про Венесуэлу Тоже писали Она официально Кстати с санкцией Временно исключалась Соединенными Штатами Сейчас вернули Несмотря на все это Все равно Мы поставили Исторический рекорд И вот Как я уже сказал На 22% Вышли В доле В китайском импорте В доле В китайском импорте Ну и все равно Предлагают эксперты Изучать Иранский опыт Потому что Он Какой именно В том числе По обходу санкций В отношении нефти Тоже предлагают изучать И Сайт Сегодня Танкер Трекерс Опубликовал Фото Что Значит Обнаружил он 8 пар судов Которые переваливают Иранскую нефть В одно С одного На другое В южно-китайском море По оценкам Это примерно Сейчас 16 миллионов баррелей Стоимостью Почти Полтора Миллиарда Долларов Пишут Что в последние годы Китай стал Крупнейшим покупателем Иранской нефти То есть Перевалка Судов Он Может сказать Практически единственным Стал покупателем Иранской нефти Вот И Это правда Ну а на самом деле Мы изучаем Не переживайте Изучаем Тоже СТС перевалку Мы тоже проводим Мы об этом И сегодня Говорили Здесь мы Собственно Все изучаем И Западный опыт С точки зрения Легального страхования И Обход Как бы Санкций Через Перевалку И прочие вещи Конечно Все это уже делаем Но Блинкен Находясь В Пекине Даже после переговоров С главой КНР Си Цзиньпином Предупредил Еще раз Китайские власти Что если они будут Помогать России То США Ужесточат Санкции Против Китая Может ли Какое-то быть Ужесточение В том числе По нефтегазу Я считаю Что Это главное Наше сейчас Направление В товарообороте Взаимном Ну Вы правильно считаете Потому что Это подтверждается И статистика И действительно Это конечно Основной Продукт С нашей стороны Что касается Что-то такое придумать Что вот Китай Не знаю Откажется Что маловероятно Конечно Мы знаем Что уже в начале 2024 года Возникали Определенные Сложности Связанные С Проводкой денег Оплатой денег За товары Которые Мы поставляем Ну то же самое И с точки зрения Оплаты китайских Товаров Вот такого рода Давление Соединенные Штаты Не только могут оказывать Они уже оказывают И мы знаем Что это одна из Тоже Важных моментов Новых санкционных Ограничений Это борьба Как раз Со странами Которые Как кажется Соединенным Штатам Позволяют Санкции обходить И Соединенные Штаты Цепляются За Вот эту историю Что если вы Например Являетесь банком Даже китайским Но используете Расчеты Через доллар Там Корреспондентские счета То Соединенные Штаты Считают вас Объектом Своего санкционного Давления Вот такого рода Вещи Они могут Делаться Но опять же Вы знаете Тут тоже Нужно знать Меру Потому что Сегодня пресса Пишет слух Что Трамп Разрабатывает Вариант Санкций Против стран Которые отказываются В долларах платить Но это вообще Анекдот То есть Грубо говоря Отказываешься От доллара Вот тебе На санкции То есть Ну Я думаю Что все Понимают Что это Палка Рано или поздно Может сломаться Чаша терпения Переполнится Фантазия у них Богатая Спасибо большое Константин Васильевич Константин Симонов Генеральный директор Фонда национальной Энергетической безопасности Профессор финансового Университета При правительстве России Был с нами в этом часе Всего доброго Энергономика Вести ФМН Редактор субтитров А.Семкин